Здравствуйте! В эфире Город С и Татьяна Дмитриева. Как приобрести квартиру по льготной цене и как реализуется федеральная программа «Жилье для российской семьи» в Самарской области? О возможностях приобретения доступного жилья поговорим сегодня. Сегодня в нашей студии заместитель исполнительного директора Самарского областного фонда жилья и ипотеки Наталья Ладова. Ваши вопросы задавайте по телефону 202-11-22, звоните. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, сегодня ситуация на рынке жилья как складывается? Вообще кто-то сегодня покупает жилье? Есть такая возможность у людей? Несмотря на то, что у нас были достаточно пессимистичные прогнозы в январе этого года, все-таки рынок это некая такая живая субстанция, которая продолжает жить. В начале года мы наблюдали был отток существенных предложений как на вторичном жилье, так и на первичном. И спрос, соответственно, был достаточно малый, но ситуация выравнивается. То есть мы видим, что субсидирование ставки на первичном рынке, который активно у нас запустили ведущие банки страны, сыграло свою роль. Активно стали подаваться заявки. Люди хотят приобретать жилье на первичном рынке с помощью заключения договоров долевого участия. Ну и, конечно же, те, кто были на вторичном рынке, увидели, что все-таки покупательский спрос возобновился. Появились те предложения, которые мы видели в конце декабря и которые пропали в начале года. Конечно, мы можем отметить, что сначала они появились с большей ценой, существенно увеличивающейся. Но на сегодняшний момент уже констатируем, что в начале апреля цена стабилизировалась. Даже где-то она немного упала на вторичном рынке. Конечно, нет того оборота заключения договоров, который был в 2014 году. То есть если сравнить аналогичные периоды, март 2014, март 2015. Но все же ситуация достаточно оптимистичная. И мы надеемся, что она в дальнейшем будет продолжать становиться все более гладко. А субсидирование ипотечной ставки, вот этих процентов, да? Какие сегодня проценты? У нас активно заявили о субсидировании процентной ставки до 12%. Это для всех? Нет, это для всех категорий, но не для всех объектов. То есть это только на первичное жилье, это только на новостройки. То есть для вторичного жилья, когда уже со свидетельством квартиры, ставка осталась достаточно высокой. То есть мы наблюдаем и мониторим, это от 14,5%. Все будет зависеть от количества лет, от первоначального взноса и так далее. То есть уже от характеристик заемщика. Но несмотря на то, что вы сказали, что ситуация стабилизировалась и даже есть какой-то подъем, все-таки приходится констатировать, что не все могут купить жилье, хотя многие в этом нуждаются. Какие существуют сегодня льготные программы, и федеральные в том числе, на которые могут претендовать жители области? Самая главная программа, которая у нас запускается, она запустилась с прошлого года, но начнет входить, так скажем, в активную стадию. Это жилье для российской семьи. Если говорить о ней более подробно, то она регламентируется в Самарской области постановлением правительства Самарской области номер 386 от 10 июля 2014 года. Вообще, эта программа федеральная, то есть она реализуется в рамках указа нашего президента. Программа достаточно интересная и направлена как раз на незащищенные слои населения. То есть не все так много там участвуют. Не все, да. Суть программы заключается в следующем, что отбираются определенные застройщики, определенные земельные участки, которые участвуют в этой программе. Стоимость в таких проектах жилья одного квадратного метра будет существенно меньше. То есть она должна быть, эта стоимость, не более 35 тысяч за один квадратный метр, либо 80% от рыночной стоимости. Есть определенные категории граждан, которые имеют право поучаствовать в этой программе. То есть активная программа начнет продвигаться в конце апреля этого года. Фонд в этом активно участвует. То есть жилье еще строится, его в наличии нет. Оно только начинает строительство. То есть здесь будем говорить о заключении договоров долевого участия, либо о заключении договоров купли-продажи для тех объектов, которые будут введены в эксплуатацию. Тогда такой вопрос. Какое отношение ваш фонд имеет к этой федеральной программе? Почему выбрали именно вас для реализации? Фонд жилья и ипотеки выступает региональным оператором жилищной политики, которая у нас проводится в Самарской области. У нас с уполномоченным органом по программе жилье для российской семьи, в частности по ее реализации, по ведению сводного реестра граждан, которые могут и имеют право приобретать такое льготное жилье, выступает Министерство строительства Самарской области. И Министерство строительства эти полномочия в соответствии с соглашением, которое будет заключаться в середине апреля между фондом, между АИЖК и между Министерством строительства, будет передавать эти полномочия фонду. И таким образом мы принимаем на себя эту эстафету, мы будем ввести сводный реестр граждан, взаимодействовать с АИЖК, предоставлять более льготную ипотеку, даже чем та, которая по субсидированию ставки. Будем отрабатывать застройщикам, будем смотреть правильность заключения договоров, будем информировать об этом АИЖК, будем информировать граждан и разъяснять. То есть могу более подробно сейчас остановиться на этом вопросе. То есть если мы говорим про льготную ипотеку, то фонд будет предоставлять ипотеку от 10,9 годовых. То есть прекрасная ставка, которая в принципе была в конце 2014 года. Но это не для всех, как вы сказали. Кто же может претендовать? У нас достаточно много категорий граждан. Разрешу себе воспользоваться именно уже постановлением, для того, чтобы мы более полно поговорили. У нас в постановлении 386 прописаны свои категории граждан. То есть наше правительство еще более расширило, чем те категории граждан, которые представлены в федеральном постановлении. И у нас перечисляются эти категории, и говорится о том, что... А также иные категории, которые в постановлении 1099 правительства Российской Федерации. Но первое, это, конечно, нуждающиеся, те, кто признаны нуждающимися в соответствии с законом. Далее, это те, кто проживают в жилых помещениях, которые признаны непригодными для проживания, либо аварийными. Это лица, которые имеют двух и более несовершеннолетних детей и являются получателями материнского капитала. То есть здесь работает еще в совокупности и другая программа по материнскому капиталу. Люди, имеющие трех и более несовершеннолетних детей, являющиеся ветеранами боевых действий. Также это инвалиды и семьи, у которых инвалиды. В постановлении 1099 расширяет категорию, это граждане, которые в установленном законном порядке имеют право на различные субсидии, сертификаты. Неважно, деньги из каких бюджетов будут поступать по этим сертификатам. То есть даже если ты стоишь и в областной программе, можешь стоять по сертификату в федеральной программе, ты имеешь право участвовать. Это граждане, для которых работа в федеральных органах государственной власти, органах государственной власти, субъектов Российской Федерации, органах местного самоуправления является местом постоянной работы. Это граждане, для которых работа в государственных и муниципальных учреждениях, являющихся научными организациями или организациями научного обслуживания. Потом это научно-производственные комплексы, градообразующие организации. Это сотрудники оборонно-промышленного комплекса, сотрудники, для которых работа в научных организациях является постоянным, и им присвоен статус государственных научных организаций. Это граждане, которые работают в организациях, созданных государственными академиями наук. То есть достаточно большое количество граждан, которым охватывают. Перечень-то большой. А вот какие возможности есть у фонда и вообще у этой программы предоставить жилье? Это будет сколько квартир, сколько домов? Вообще у нас запланировано, что это до первого полугодия, то есть до июня 2017 года, такого жилья будет построено 887 300 квадратных метров. Это на сколько семей? Это ориентировочно где-то на 16-17 тысяч семей. То есть могут воспользоваться такой льготой. Я хочу обратить внимание, чтобы мы сразу понимали, что люди, которые обратятся, это не очередность, это реестр. То есть люди будут получать льготу от государства не тем, что им физически выплатят какие-то платежи, а то, что им позволят приобрести жилье за меньшую стоимость. И будет возможность приобрести это жилье в льготную ипотеку, то есть та ипотека 10,9, которой нет на рынке сейчас. То есть даже субсидирование ставки это 11,9, а не 10,9. Понятно. А принцип очередности будет? Кто первый подаст заявку, тот или как это все будет? Принцип очередности мы здесь убираем. То есть работа принципа реестра. Когда люди подают данные, мы сейчас более подробно, я думаю, что остановимся на процедуре, то есть куда идти, как, что делать. Если люди, попадающие в реестр, неважно, вы станете первым, 21, 1000 первым, если вы встали и пришли к застройщику покупать, вы будете в первой очереди. За исключением одного правила. С момента, когда застройщики опубликуют, и в том числе органы местного самоуправления, информацию о том, что у застройщика конкретного открылась продажа такого льготного жилья, в течение одного месяца у нас будут по преимущественному праву приобретать категории граждан, которым это преимущественное право будет отдано. Наталья, к нам поступает первый вопрос от телезрителей. Первый вопрос, где будут строиться дома, в каком месте по этой программе? Это тоже немаловажно. Да, это самый главный вопрос, который, я думаю, будет волновать наших зрителей. Это две больших территориальных деления. Это в районе Тольятти и это в районе Самары. Проговорим про Самару. То есть на сегодняшний момент заявки, которые уже признаны участниками, хотя сейчас будут проводиться еще туры по принятию заявок. На сегодняшний момент это у нас Экадолье, участник программы. Это у нас программа Кошелев проекта, участвует Кошелев проект. У нас участвует Самарский областной фонд поддержки индивидуального жилищного строительства на селе с поселком Звездный. У нас участвует компания Древо со своим проектом Южный город. У нас, конечно же, участвует Самарский областной фонд жилья и ипотеки со своим проектом в Южном городе, или мы сейчас называем это САВЖИЗНИ на юге Самары, с кварталом 12. То есть там у нас будет 10 тысяч квадратных метров. И, конечно же, мы берем Тольятти. Это стройка в Ставропольском районе, поселка Береза. И это у нас непосредственно в самом городе Тольятти фонд, как мы, Самарский областной фонд жилья и ипотеки, будем реализовывать в городе такую застройку в районе 18-го А-квартала. Понятно. И следующий вопрос. К сожалению, я не посмотрела программу с самого начала. Напомните, кто может получить ипотеку под 11,9%? Какие критерии? Это, наверное, мы говорили как раз про субсидирование ставки. Вот изначально, если мы говорим про начало программы. Там может получить абсолютно любой гражданин единственным отлагательным условием выполнения покупки объекта. То есть это новостройка. Поэтому, если есть такое желание приобрести под 11,9%, фонд также реализует такую программу. Поэтому, пожалуйста, обращайтесь в фонд жилья и ипотеки. Менеджер все расскажет. Расскажет, какие новостройки участвуют в этой программе. И расскажет, какие документы. Такая возможность на сегодняшний день есть. Вы перечислили очень много категорий, кто может поучаствовать в этой программе федеральной. Скажите, пожалуйста, вот человек услышал, определил для себя, я могу, с чего начинать? Вы сказали, уже кто-то есть. Уже кто-то заявки свои отправил. Да, у нас есть застройщики. Есть уже и люди, которые знают об этой программе, которые обращаются. И, соответственно, вот даже фонд на сегодняшний момент уже получил заявки от людей на бронирование квартир. Какова процедура? Если вы хотите стать участником, вы можете обратиться как в орган местного самоуправления, в любой, то есть это администрация, так и в наш фонд непосредственно, фонд жилья и ипотеки. Приходите к нам, либо приходите в администрацию, получаете консультацию, какие документы необходимо собрать. И уже общаясь с менеджером, в частности у нас, мы будем видеть, к какой категории вы относитесь. Исходя из этого, будете собирать пакет документов. На самом деле пакет документов не очень большой, то есть будут заявления, паспорт, свидетельство о рождении, то есть необходимые документы. Потом в зависимости от того, в какой категории вы подпадаете. Ну, например, вы ветеран боевых действий, вы должны предъявить удостоверение, что вы ветеран. Или, например, вы молодая семья до 35 лет с ребенком. Значит, вам будет достаточно предъявить, что у вас есть ребенок, свидетельство о рождении. И, соответственно, паспортные данные, они у нас покажут с вами, что вам еще нету 35 лет. То есть для каждой категории будет свой пакет документов. Вас проконсультируют, вы идете, собираете эти документы. И дальше, либо через фонд, либо непосредственно через органы местного самоуправления, вы обращаетесь в органы местного самоуправления. Если вы обратились в фонд, то значит, мы просто будем ответственны за передачу ваших документов в органы местного самоуправления. Они принимают решение о признании вас участником программы органы местного самоуправления. Они признали участником и выдают вам выписку из решения, либо постановление. Я думаю, что ближе к середине апреля будет единый формат такого решения, который в дальнейшем выдается на руки гражданину. С этим решением он обращается, если у него наличные денежные средства. То есть я хотела бы обратить внимание, что такое льготное жилье можно купить и за наличные денежные средства полностью, и с помощью ипотеки. То есть ограничений здесь нет. Если у вас за наличные, то вы с этой выпиской идете к интересующему вас застройщику. Вся информация о застройщиках будет размещаться на сайтах органов местного самоуправления, на сайте Самарского областного фонда жилья и ипотеки, соответственно, на стендах в органах местного самоуправления. Вы уже выбираете, что вы хотите, как вы хотите. Даже если вы обратитесь в фонд, мы вас сможем проконсультировать абсолютно по всем застройщикам. Естественно, мы говорим все бесплатно. Мы консультируем, показываем. То есть на сегодняшний момент застройщики основные предоставляют нам свои шахматки, свои генеральные планы, свои виды чистовой отделки, характеристики. То есть мы вас сможем полностью клиентов проконсультировать о том, куда вы можете потом пойти, где вы можете купить. Ну и в том числе мы будем говорить про свои объекты. Дальше. С этой выпиской клиент идет к выбранному им застройщику, там, где он хочет купить это жилье. Бронирует квартиру, если мы говорим об ипотеке, потому что мы сейчас понимаем и это с застройщиками проговариваем, что человеку нужна какая-то гарантия. Что пока он будет одобряться, а это неделя точно, что та квартира, которую он выбрал, его заветная, например, на третьем этаже, она никому другому не уйдет. То есть мы должны здесь в первую очередь думать за клиентов. И, соответственно, проговариваем это с застройщиками и отстаиваем интересы именно клиента. Если эта наличка будет заключаться сразу, договор долевого участия и регистрация в регистрационной палате. Если это ипотека, значит, пошли к кредитору, пришли к нам, либо пришли к иному банку. Ну, естественно, мы говорим про то, что приходите к нам, потому что у нас маленькая процентная ставка, потому что мы отрабатываем с агентством по ипотечному жилищному кредитованию, которое активно участвует от правительства Российской Федерации и, соответственно, получает человекодобрение. Получил одобрение, мы также продолжаем заключать договор долевого участия. Кредитная организация перечисляет застройщику денежные средства и вы обладатель своего жилья. Следующий вопрос от Елены Быковой. Есть ли семья с двумя детьми, и мы уже потратили материнский капитал? Можно ли в этом случае поучаствовать в этой льготной программе? Если вам до 35 лет, то вы можете поучаствовать в этой программе. А вообще материнский капитал пойдет в зачет? Пойдет в зачет, да, пойдет в зачет. Если они уже потратили, ничего страшного. То есть я хочу, чтобы понимали, что одна и та же семья может проходить по нескольким категориям. И как семья, у которых двое детей и материнский капитал, и как семья, которая до 35 лет, как молодая. И может быть они где-то стоят на очереди и имеют право на сертификат, как молодые семьи, молодые учителя, молодые педагоги, потому что мы продолжаем реализовывать и эту программу, они сюда подпадают. Или как на селе молодой специалист. То есть они могут стоять в нескольких категориях, и они будут сюда к нам подходить. Несмотря на то, что категорий много, все-таки есть люди, которые в них не попадают. Какие у них есть варианты еще? У них есть варианты воспользоваться как раз вот этой ипотекой, про которую мы говорили, про субсидирование ставки. 11,9%. Потому что, на самом деле, мне кажется, что достаточно большое количество подпадет под эти категории. Все, кто же не попал, к сожалению, это будет вот рынок. Но опять же, вы понимаете о том, что сейчас рынок в этих местах, где будет реализация таких проектов, он тоже будет чуть ниже. Потому что, таким образом, реализовывая по 35 тысяч рублей за квадратный метр, и рыночная цена тоже немного сдвинется. Поэтому и для тех, кто не попал, к сожалению, под категорию не попадет, у них тоже будет возможность, так скажем, по более меньшей цене купить. Все мы вот напуганы с какого-то времени участием в долевом строительстве, даже те, кто не участвовал, такие вот ужасы рассказывали. Вот здесь у застройщика какие обязательства? Потому что, конечно, нужно подстраховаться. Ну, во-первых, есть требования к застройщику. Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, которое дает кредитование под такие объекты, очень тщательно проверяет документацию, наличие разрешения на строительство, наличие страховки у застройщика. То есть сейчас у нас появился с прошлого года именно еще такой инструмент, что мы страхуем каждый договор долевого участия. И таким образом страхуются вот права дольщиков. Но, естественно, как бы отбор проводит субъект Российской Федерации, и он тоже отсматривает историю самого застройщика. То есть они выполняют определенные критерии, требования. И, конечно же, сам субъект в том числе ориентируется на то, что это должны быть добросовестные застройщики. И когда мы информируем граждан о том, что есть такая программа, мы все прекрасно понимаем ответственность, которую мы несем за тех людей, которые поверят, которые в это пойдут и которые смогут вот так льготно получить. Потому что это большое количество граждан достаточно. Ну и то, что федеральная программа тоже какие-то, конечно, гарантии дает. Да, конечно, и федеральная областная, да. Следующий вопрос. Есть ли у вас программа по списанию 18 квадратных метров при рождении ребенка? Эта программа в настоящий момент действует. Только я немножко скорректирую по поводу 18 квадратов. 18 квадратов у нас было до 2010 года. С 2010 года были внесены изменения, и мы сейчас компенсируем 5% от расчетной стоимости квадратного метра. То есть это составляет в районе от 80 до 120 тысяч рублей. Это молодым семьям, которые признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий, получили сертификат, приобрели эту квартиру с помощью ипотеки, и во время ипотеки у них родился ребенок, либо несколько детей. И они встали у нас на очередь и получили свои субсидии. В настоящий момент сейчас вся эта очередь практически закрыта, и мы уже отрабатываем с заявлениями, которые поступают в 2015 году. Следующий вопрос я озвучу, но он не в тему нашей программы, но вот из уважения к телезрительнице. Насчет дорог во дворе невозможно пройти, ямы Колдобины, Малая Кирова, двор дома 283. Я хотела бы вот об инфраструктуре, предлагаемых вами вот в этой программе жилых районов. Как все вот, что вы порекомендуете? Обязательно, инфраструктура это обязательно. То есть мы сейчас понимаем, что дом не может сдастся. То есть мы не возвращаемся в прошлое, когда сдавались дома без детских площадок, без домов, вот как сдали, так и сдали. Нет, на сегодняшний момент все дома сдаются с обязательными требованиями, чтобы была облагоустроена территория. То есть там должна быть и зеленая травка, у нас должны быть и проложены дороги, у нас должны быть малые формы, то есть так называемые качели, там, я не знаю, турникеты и так далее. И как правило, именно застройщик, который заказчик, отвечает за эти требования. Я приведу пример с нашей застройкой, которая вошла в ЖРС и на юге Самары, вот 12 квартал. На согласование подрядчик присылает те объекты, которые должны мы там поставить. Вот я открываю файл и смотрю, ну что это такое за прошлый век, когда непонятные вот эти вот турникеты, которые, или качели, которые неустойчивые. Соответственно, мы это им сразу не согласовываем. То есть мы им даем техническое задание, чтобы там были и горки, и качели, которые с закрытым бортом. Для того, чтобы ребенок сел, и мамочка не переживала, что он свалится с этой качели. Чтобы они были устойчивые, чтобы они были цветные, красивые, с пчелками, с бабочками, с ромашками. Чтобы у мамочек было желание выйти на такую площадку. Если мы говорим про скамейки, то они должны быть удобны. Они ни в коем случае не должны быть железные, они должны быть отделаны деревом, потому что на железной невозможно сидеть. Если это лето, там будет пекло невозможно, а если это зима, можно на ней примерзнуть. То есть вот эти требования к застройщикам заранее оговариваются? Конечно, обязательно это все оговаривается, и каждый застройщик обязан подходить. То есть вот фонд на сегодняшний момент очень щепетильно подходит к каждой своей стройке, для того, чтобы было правильное понимание, и все для людей. То есть вот с этой позиции нужно исходить. Скажите, пожалуйста, в связи со всеми обстоятельствами экономическими, в том числе в фонде Самарском ипотеке и жилья, не произошло сокращение социальных программ? Какие есть в настоящее время? Ничего не сокращено. То есть как фонд продолжал строить, когда мы строим 30 на 70, то есть из дома. 30% мы отдаем льготным категориям граждан. То есть это те, кто аварийное жилье, это дети-сироты, это ветераны. 70% идет в рынок. Как шли социальные программы по переселению из аварийного жилья, целые дома мы строим, передаем. То есть как у нас были социальные цены, то есть когда мы делаем цену ниже рынка, я думаю, что граждане, которые приобрели у нас квартиры на советской армии Дыбенко дома, они это ощутили, потому что они видели, что 10% минус от рынка так и было. И, собственно говоря, дом хороший в советском районе, и была возможность и выбора. И здесь отработали с эффективными списками. То есть мы обещали, и, может быть, я не помню, в прошлой передаче говорили или нет, что мы все граждан будем записывать и обзванивать. И вот этот дом, это была первая проба пера, когда люди, которые оставили нам анкеты в интернете, и которые изъявили желание, мы их обзвонили, мы с ними отработали, они были просто счастливы, выражали благодарство нам. И мы рады, что именно так и отработали. И сейчас этот процесс пошел, и люди стали заявляться, и пишут с нами, общаются онлайн достаточно. Я бы хотела вот еще на чем сакцентировать внимание, что у нас где-то с 20 апреля начнется активное информирование граждан по жилью для российской семьи. То есть вы можете нас встретить с листовками на улице, будут ходить у нас и консультировать, и как раз будут все ваши вопросы по категориям, по документам обсуждать. Вы нас можете встретить в период с 24 по 26 в комплексе «Мега». Там у нас будет с 10 утра до 10 вечера тоже активное информирование по жилью для российской семьи, по льготной ипотеке, по тем новостройкам, где можно это приобретать. То есть мы выходим в народ. Мы будем приходить на предприятия, потому что сейчас мы активно общаемся с организациями, рассылаем письма, те организации, учреждения, которые входят в министерство, с министерствами, отрабатываем этот момент. То есть у нас будут презентации различные, будут информационные плакаты в муниципалитетах. То есть максимально можно получить информацию из листовок. Активно начинают работать 4 группы в фонде. И они так будут и номероваться. 1, 2, 3, 4. И вы их будете встречать на листовках, что вы можете конкретно попасть. Вот понравилась вам девочка Наташа с группы номер 1. И вы можете позвонить и сказать, меня, пожалуйста, свяжите с группой 1 девочка Наташа. И вас именно с ней соединят. То есть будет активно массово проходить информирование. Сейчас у нас активно представлена информация на сайте. То есть можно заходить уже, смотреть. Вот если кто из телезрителей не попал на категорию, то есть там можно очень подробно посмотреть. У нас будет работать служба единого окна. Это когда вы можете к нам прийти. Мы вас проинформируем обо всех застройщиках, о наших проектах. Мы с вами соберем документы. Мы посмотрим, какая вы категория. С вами пройдем в орган местного самоуправления. С вами оформим договор долевого участия. То есть мы сейчас максимально настроены на то, чтобы фонд стал огромной поддержкой для людей, которые хотят поучаствовать в ЖРС. Поэтому мы всем говорим добро пожаловать и хотим с вами отработать. Следующий вопрос от Светланы. Информацию по Блюхера просит застройщик СовЖИ, когда будет сдаваться, под какой процент и какая ипотечная программа существует для молодой семьи. Для молодой семьи вот как раз будет действовать 10,9% годовых. Что касается Блюхера нашей застройки, то мы сейчас вошли на стройку. У нас сейчас там вырыт котлован. И мы ориентируемся на реализацию этого проекта ближе к осени. Потому что позиция фонда продавать уже на более высокой стадии готовности. Чтобы и у вас была уверенность, что все достроится и все у нас хорошо. Хотя все сейчас, кто с нами, дочечки, общаются, все понимают, что все это делается вовремя. И хотелось бы еще раз услышать про сроки строительства. В течение какого времени человек сможет уже получить готовое жилье. А если мы говорим о жилье для российской семьи на этот год, что будет приобретаться, то срок сдачи в эксплуатацию и передачи людям это первый квартал 2016 года. То есть фактически год и вы со своей квартирой. Это достаточно быстро. Вот фонд в этом году вводит 10 тысяч квадратных метров для жилья для российской семьи. И остальные застройщики где-то примерно в этом количестве. Вот, например, Кошелев проект, он будет 25 тысяч. Вот как раз сегодня с ними встречались, обсуждали все эти вопросы о том, как мы будем тесно взаимодействовать, о том, как мы будем информировать об их продуктах и о наших продуктах, и как будем отрабатывать с банками, с процентными ставками. То есть на самом деле сейчас появился такой проект, который, мне кажется, объединит и основных больших застройщиков, и банки, и АСЖК. То есть это будет такое большое направление, которое до 2017 года будет огромными темпами продвигаться в области под эгидой правительства Самарской области, нашего губернатора. Да, остается буквально полминутки. Уменьшилось ли стоимость квадратного метра вторичного жилья? Уменьшилось, мы констатируем сейчас. То есть по мониторинговому отчету, который у нас был за март, она уменьшилась на тысячу рублей за квадратный метр. Да, ну вот это хорошие новости, хоть и не суммы, да, и большие уменьшения. Спасибо большое за то, что пришли, ответили на вопросы, рассказали про такую интересную программу. Желаю вам провести агитационную кампанию, тоже хорошо и организованно. Спасибо и вам за внимание и активность. Всего хорошего. До свидания. 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 Редактор субтитров А.Семкин